Ленинград это город, переживший клиническую смерть. Антонина Васильевна была студенткой техникума обувной промышленности, когда Гитлер приказал стереть Ленинград с лица земли, не принимая никакой капитуляции. Но о капитуляции речи быть не могло. Как только ленинградцы услышали о подходе вражеских войск к городу, началась активная мобилизация. Десятки тысяч людей добровольцами отправлялись на фронт. Формировались отряды народного ополчения. Блокада 9 августа. Мы пошли на вокзал, хотели уехать домой на каникулы. Но там висел ватман целый, написано было на двери. Вокзал не работает, так как немцы перерезали линию. В родную деревню Антонина так и не добралась. Вместе с однокурсницами Лебедева стала помогать городу противостоять врагу. Ходили в госпиталь дежурить. И кроме этого на фабрике, одна из фабриков, выпускала солдатские шанхаи, как называли, на шнурках ботинки с обмотками. Там был небольшой запас резины. И мы пока не пошли, работали. А потом работали на оборонных работах. Мы строили баррикадры, дежурили в госпитале. Немецкие армии группы «Север» рассчитывали покорить Ленинград за четыре недели, к 21 июля 1941 года. Гитлер планировал захватить Ленинград и затем перебросить эти же части для окружения Москвы. Антонина Лебедева первые полгода блокады жила в своем техникуме. Не было воды, не было света, ни бани, нигде ничего не работали. Я рассказывала, как мы ходили в 6 утра выкупать хлеб, 125 грамм. Потом разрезали на кусочки, посыпали солью и жарили на буржуйках. Буржуйку, чтобы топить, мы на четвертом этаже сначала поломали все стулья, стопили, потом столы и последнее начали паркетный пол разбирать. В первую очередь из блокадного Ленинграда эвакуировали детей и женщин. Зимой пришла очередь студентов. Дорога жизни пролегала через смертельно опасный путь по Ладожскому озеру. Ехали через Ладогу, вдруг машина заглохла. Отчего она заглохла? Затормозила, наверное, грубо, потому что перед нами машина, которая шла в полы и не увалилась. Нам сказали, слезайте, ждите, вас подберет кто-то. Шла еще одна машина почтовые мешки были. Нас опять туда забросили. И эта машина нас перевезла через Ладогу. Затем холодный товарняк и ночь на очередном вокзале без крыши. Еле живая Антонина Лебедева оказалась в госпитале. Восстановив силы, девушка отправилась на фронт, стала связисткой 89-го отдельного полка 54-й армии. В составе этой армии Лебедева в январе 44-го участвовала в снятии блокады Ленинграда. Жертвы, положенные на алтарь победы под Ленинградом, были не напрасными. Провал наступления группы армий «Север» не дал развернуться плану «Барбаросса». В год 70-летия снятия блокады Ленинграда Антонине Лебедевой исполнился 91 год. Александра Седачева, Ярослав Кулаков. События. Брянск.